В корабликах вышла новая ПВП обнова, и она очень крутая. Теперь в магазине можно купить ловушку с шипами и миниганы. Один миниган стоит 150 золота, а одна ловушка с шипами 25 золота. Сам миниган выглядит вот так, он большой и красивый. Смотрите, как он далеко и быстро стреляет. Мечта ПВП-шипов. А что это мы только в воздух стреляем? Пора бы попробовать его против игроков. Ого, он за один заряд может уничтожить целого игрока. Интересно, он сможет пробить 15 слоёв кирпича? Всего лишь одна дырка, я чего-то большего ожидал. Хотя по сравнению с пушкой это очень мощно. Давайте попробуем 4 минигана. Ого, а теперь у меня очень много кирпичных пончиков. 4 минигана пробили почти половину всех стен. Давайте попробуем 20 миниганов. Ну всё, здесь уже всё насквозь пробито. 20 миниганов против игрока, прикольно. Теперь пришло время для последнего супер интересного эксперимента. 200 миниганов против супер прочной титановой стены. Всё, заряды закончились. Но пули всё равно летят. Что-то мне кажется, я уже не победил. 200 миниганов это, конечно, круто, но они летят прямо и делают одну огромную дырку. Поэтому они могут пробить всё насквозь, но не уничтожить саму цель. Вот как с этим танком прямо. Или с этим у него тоже одна большая дырка насквозь. Хотя даже по одиночке миниганами можно выцеливать различные цели, например, стрелять по танкам. Но их пробитие очень маленькое. Поэтому я считаю, их лучше использовать либо против людей, либо против самолётов. Или другой летающей штуки какой-то. Прямо как этой, по которой я сейчас стреляю. Но это было всё о минигане. Мне он очень понравился. И теперь давайте посмотрим второй блок. То есть лавушку с шипами. Если мы сами на них наступим, то ничего не произойдёт. А вот если наш противник... Ну, я думаю, вы поняли. У этого блока даже есть анимация шипов, как они вылазят и поедают игрока. А если прикрепить эти блоки на свою лодку, то можно будет поедать другие вот. Прикольно, короче. Но я думаю, что миниган всё-таки круче. Но как вы считаете, напишите в комментариях. Посмотрим, сколько у нас таких. Теперь про ачивку RB Matos. Заходим в настройки и выбираем PvP. Теперь приглашаем участников. Если кто-то, как мой второй аккаунт, зайдёт к вам в игру, то вы сможете начать строительство. Вам нужно будет построить лодку. Хотя не обязательно лодку, просто любой транспорт. Теперь вам нужно либо доплыть до сундука, либо уничтожить вашего противника. И, конечно же, я выбрал второе, потому что это легче и гораздо интереснее. Так, всё, я уничтожил со второго аккаунта свой основной аккаунт. И теперь результаты. У меня первое место. Нажимаем кнопку «Получите». Нам дают кубок и секреты в бейдж. Ну, как секрет? Он не секретный? Ну и на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.